Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь. В эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно 3 к 1. Это не такая классика. Но в данном случае это значительно превышает эти классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют. Хочу отметить, что эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили за предыдущие годы. И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот в 2014 году, который подошел на Украину в 2014 году. Что касается того, что захлебнулось наступления, нет. Во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего хорошего.